Приветствую всех! И сегодня мы поговорим еще о одном новом обработчике событий. Поговорим про мышь, манипулятор. А точнее про обработчик событий, который называется Mouth Liston. Мы уже знаем, что есть Action Liston, который обрабатывает обычный клик. Теперь мы поговорим еще об одном обработчике Mouth Liston. Ну, создадим, допустим, label какую-то. Ну, на ее примере и будем рассматривать этот обработчик. Напишем здесь какой-то текст. Добавим ее на нашу форму. Все как обычно. И теперь мы создадим, вызовем функцию addMouth Liston. Для работы с мышью есть два обработчика событий. Mouth Liston и Mouth Motion Liston. Но сегодня мы рассматриваем Mouth Liston. На следующих занятиях мы разберем Mouth Motion Liston. Это точно такой же интерфейс. Каким образом вы его сюда реализуете, добавите в метод addMouth Liston, абсолютно не имеет никакой роли. Точно таким же образом, как вы с Action Liston работали. Хоть внутренний класс, хоть вообще отдельный самостоятельный класс, хоть локальный класс, хоть локально-безымянный класс, хоть статический класс. Вообще, не важно какой. Каким образом, главное добавить сюда вот этот объект. Сразу инстанцировать. Но в данном случае мы просто добавили локально-безымянный класс. То есть сразу его инстанцируем, вот этот созданный объект через new. И в отличие от Action Liston, здесь есть вот множество методов. Mouth Clicked, Mouth Entered, Exit, Preset и Mouth Release. Итак, Mouth Release это метод, который будет работать при отпускании клавиши мыши. При отпускании клавиши мыши. Маусы Preset при нажатии. Маусы Exit Trace и Entry. Эти два обработчика работают тогда и только тогда, когда мышь вошла на территорию компонента. Или же Mouth Exit Trace, когда она вышла с территории компонента. То есть вот компонент, который распалается на форме. Если мышь зашла туда, на этом курсор, зашел, то значит у нас выполнился вот этот метод. Когда она выйдет оттуда, выполнится вот этот метод. Ну, соответственно, мы пока что сделаем простенький пример. Просто покажем, как это работает. Ну и, соответственно, Mouth Clicked это при клике мыши. Mouth Clicked это такой клик. Это клик, когда происходит две вещи. Первое. Это происходит нажатие. И после того, когда произошло нажатие, если же происходит отпускание. И после того, когда произошло отпускание, то выполнится два условия. Это нажатие мыши и отпускание клавиши. Если это выполнено над компонентом, то тогда происходит событие Mouth Clicked. Мы ее привязали к нашей лейблке. Следовательно, мы будем это относиться относительно к нашей лейблке. Давайте теперь посмотрим, как это работает. Запустим. Так, вот наша лейбл. Я навожу. Мы увидели Mouth Entered. То есть, при на... Наступает событие тогда, когда я навел на компонент. Если я сейчас уберу Mouth Excited. Ну, в данном случае, вы мой курсор не видите. Почему-то его не записывает программа на видео. Но, в принципе, можете это сами поэкспериментировать и проверить. Поэтому мы пока что это рассматривать не будем. В принципе, здесь и так все понятно. Это, например, когда мы навели мышкой и когда мы убрали курсор. Навелся курсор, убрался курсор. Маусе кликает при нажатии. Я запускаю еще раз. Итак, если я сейчас зажимаю мышь, мы видим Mouth Preset. Я ее сжал. Когда я ее отпускаю, я ее отпущу, выполнилось. Маусе Released выполнился при отпускании. То есть, при нажатии выполнилось. И при отпускании выполнилось. Но в случае, если выполнится и при нажатии, и при отпускании выполнится, то в таком случае выполняется и маусе кликает. Ну, давайте разукрасим нашу лейбл. При клике она будет переходить в красный цвет. При отпускании, допустим, какой-то грин. А при нажатии, допустим, какой-то тот, другой цвет. Зажали зеленый, отпустили красный. Но между отпусканием и релиз мы вообще не увидим желтый цвет, так как это произошло моментально быстро. Он отпустился и сразу же сработал Маусе кликает. Поэтому мы и не увидели наш желтый цвет. Ну, в принципе, здесь все элементарно просто. Главное знать, когда выполняется какой метод. Знаем, когда какой метод выполняется. Пишем код, который нужно выполнить при этом. И он у нас выполняется. Итак, теперь, в качестве того, чтобы можно было попрактиковаться по поводу этого Маусе Листона, можете создать какой-то G-Table, какую-то таблицу. И, допустим, при клике на какую-то строку, колонку таблицы, при наведении на строку, вы можете разукрашивать ту или иную строку, ту или иную колонку, каким-то образом таблицы. То есть, в зависимости от того, куда вы кликнули, куда вы класснули, как это определите условия, и по которым вы это определяете. То есть, по таблицам вы можете посмотреть предыдущие уроки, где написано, как это работает. Можете, допустим, создать какую-то таблицу, под соединиться какой-то с UBD, допустим, в UBD, допустим, хранится цвет. Цвет каждой строки разукрасится в каждую строку, и в зависимости тоже от какой-то выбора мы перекрашиваем строку и перезаписываем цвет в базу данных. Тоже такое бесполезно, но для практики довольно хорошее задание. На этом объяснение Мауса Листона, в принципе, уже закончено. Мы можем Мауса Листона применять не только для лейбл, для G-тейбл, для каких-то других компонент, для G-баттона. Допустим, если G-баттон, то аналогичным образом метод Add Мауса Листона мы добавляем наш Мауса Листона. Итак, для любого объекта теперь мы можем не только прописывать клик для нашего компонента, но мы можем уже проверять события при наведении курсора, при нажатии.